Значит, в жизни христианина есть два важных Божьих установления, или даже можно назвать их заповеди. Заповедь крещения совершается один раз в жизни, и заповедь хлебопреломления, которая совершается регулярно, постоянно, у нас она совершается раз в месяц. Знаете, мое наставление будет, если одним предложением сказать, оно будет касаться того, чтобы вы помнили, что вы теперь находитесь в Завете со Христом. Всегда помните о том, что вы находитесь в Завете со Христом. Я хочу сравнить это, то, что сегодня произошло, с рождением ребенка. Вот, фактически, человек рождается, ну, обычно в роддоме, да, но чтобы ему быть полноправным гражданином, нужно, после того, как он родился, нужно это документально зафиксировать, нужно получить документ, который называется свидетельство о рождении. И тогда человек получает все права, и в том числе, и не только права, но и обязанности той страны, в которой он находится. Да, он уже родился, но теперь это зафиксировано документально. Вот что-то подобное произошло сегодня и в вашей жизни. Вы сегодня публично засвидетельствовали о своей вере во Христа, хотя уверовали вы немножко раньше. Ваши отношения с Богом начались чуть-чуть раньше, ну, этого дня. Ну, чуть-чуть, может быть, это сколько-то месяцев или даже у кого-то уже лет, когда вы к Богу обратились, покаялись, когда Бог простил вас, когда вам новую жизнь подарил, дал Духа Святого, ну и так далее. То есть, фактически, уже тогда вы вступили в отношения с Богом, стали Божьими детьми. Но сегодня особенный день. Особенный тем, что, можно сказать, теперь и не только фактически, но и юридически. Теперь вы в Завете со Христом. И это, ну, если таким языком, знаете, это не совсем библейский язык, это наш такой язык, но бывает он нам более понятен. Теперь это все оформлено и засвидетельствовано при свидетелях. Вы сегодня присоединяетесь к поместной церкви, и у вас будут все права и обязанности людей, которые находятся в Завете с Богом. В Завете всегда есть и преимущество, и ответственность, есть привилегии и есть обязанности. Я прочитаю книгу пророка Иеремия, 33 глава, с 31 по 34 текст. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более». Чтобы вам было понятно, что такое Завет, это договор или соглашение. В Завете в договоре всегда есть две стороны. Одна сторона – это Бог, вторая сторона – это человек. И в Завете всегда есть предмет, о чем договариваются, и какие-то права и обязанности. С самого начала, когда Бог сотворил человека, он всегда хотел иметь с ним общение. Он всегда шел навстречу человеку, он всегда проявлял инициативу. Вначале все было очень хорошо, встречались в Едемском саду, и там все равно Бог шел навстречу. Потом случилась трагедия, потом произошло грехопадение. И вот дальше те отношения, которые были, они нарушились. Они нарушились, и появилась такая нужда, что ли, появилась нужда, чтобы как теперь людям эти отношения восстановить, как теперь иметь с Богом. Люди как бы немножко потерялись, потерялись из-за грехопадения. И опять Бог шел навстречу. И я сейчас чуть-чуть напомню из Библии, прежде чем к этому тексту перейти. И Бог заключал разные Заветы с людьми, в которых Он показывал, хочу иметь с вами отношения. Но так как вы люди, вы согрешили, то теперь есть определенные условия. Условия Завета с Богом. Интересно, друзья, первый Завет, первый Завет, который Бог заключил, это Завет с Адамом. Если мы читаем книгу «Бытие» и читаем что-то про Адама и Еву, вы не найдете там слово «Завет». И, наверное, я бы тоже никогда не подумал о том, что там предполагался какой-то Завет. Ну, жили с Богом, общались, и все хорошо. Но когда мы читаем книгу пророка Осии в 6 главе, то там написано так. Люди, которые были в Завете с Богом, а потом этот Завет нарушили. И пророк говорит так, или даже Бог через пророка говорит. Они же, подобно Адаму, нарушили Завет. И вот из этого текста становится понятным. Оказывается, Бог даже на отношения с Адамом и Евой смотрел как на отношения заветные. А какие там были условия? Мальчики, вы помните, какие условия были в Едемском саду? Какие условия определяли, как человеку с Богом общаться, иметь отношения? Было что-то там? Что надо было делать, что не надо было делать? Как? Ну, кто помнит? Нельзя было есть от дерева познания добра и зла. Кстати, в этом Завете был единственный запрет. Единственный запрет. Вот все остальное можно и даже нужно было. И плодитесь, и размножайтесь, и управляйте землей, и населяйте, и владычествуйте, и пользуйтесь. Вот все, 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 и только это все можно, 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 нужно, 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 и одно нельзя. Всего лишь одно. Друзья, таких в остальных заветах больше нельзя было. А в первом всего лишь одно. И вот Писание говорит, нарушил Адам этот завет, не устоял в этом завете. Друзья, и потом, если мы даже пролистываем Библию достаточно быстро, мы видим, Бог заключал завет с Ноем. Он тоже говорил, распространяйтесь по земле, я больше не буду поражать землю. Я даже вам знак дам, знак завета. Какой знак завета у Ноя был? Радуга. Это не был завет. Завет это договор. То есть, Бог договорился, но как знак или знамение, напоминание. Радуга. Всякий раз, когда идет дождь, не бойтесь, не бойтесь, люди, потопа не будет. И вот вам напоминание радуга. Потом был завет с Авраамом, там тоже был свой знак. Завет с Моисеем был особенный, ну как бы особенный, потому что этот завет уже был не с одним человеком, этот завет был с целым народом уже Божьим. Какие-то детали были, завет с Давидом был, хотя это может быть продолжение предыдущих заветов, завета с Авраамом, с Моисеем, но все же. И вот здесь мы прочитали такие слова, что вот здесь идет речь как раз о том завете, который Бог заключил с Домом Израиля во времена Моисея. Смотрите, тоже в общем неплохой завет. Вот я когда читаю эти слова, вот как Бог смотрит, Он говорит, то есть я заключил вот с отцами, то есть в прошлом завет. В чем этот завет заключался? Они находились в очень тяжелейших условиях. Они пришли добровольно в Египет, и через какой-то промежуток времени они оказались рабами в Египте. И у них очень все плохо было в жизни. И теперь самостоятельно избавиться от этого рабства египетского они уже не могли. То есть они не могли, как вот они пришли сюда добровольно, им дали лучшие земли, там Иакову, там все хорошо было, Иосиф правил. А потом они пришли в такое положение, что они вдруг стали рабами, и они не могут сами избавиться. И вот Бог идет навстречу, и Бог говорит, я вас избавлю, я вас спасу от этого египетского рабства, но нам надо с вами завет заключить. И вот этот завет, Бог говорит, какой завет? Бог говорит, я со своей стороны обещаю, что я возьму вас за руку и выведу вас из земли египетской и приведу в землю, которую я для вас определил. И там все будет хорошо у вас. Это со стороны Бога, со стороны человека. Он говорит, но вы должны мне быть послушными. То есть я вас поведу за руку, но вы должны покоряться, вы должны меня слушаться. И вот смотрите, что случилось. Как Бог оценивает, но тот завет мой они нарушили. Я сейчас не буду останавливаться, в какой именно момент это произошло. Бог говорит, я был верен, я с ними в союзе оставался, а они нарушили. И теперь он говорит, хорошо, хорошо, ну вот что делать с такими людьми, которые нарушили Божий завет? Наверное, с ними бы надо уже и распрощаться. Можно было бы сказать, ну все, все, я свои обязательства выполняю, а вы не выполняете. Ну, поэтому смотрите сами. Земли вам не видать, благословений вам не видать и живите дальше, как хотите. Но Бог все равно идет навстречу. Он говорит, я заключу новый завет, новый завет. Кажется, ну что еще может быть лучше, когда Бог тебя берет за руку и ведет. Ведет по пустыне, ведет из рабства, ведет в хорошую землю. Ну, просто слушайся, покоряйся. Манна небесная, хотите мясо, пожалуйста, мясо. Нет воды, вода, там чудеса, охрана. Столб облачный днем, огненный ночью. Все прекрасно. Моисей, старейшины, устройство прекраснейшее. В середине пскиния, колено там все. Порядок такой, несколько миллионов людей, порядок во всем. Охрана, благословение. Что может быть еще лучше? Нарушили. Бог говорит, я новый завет заключу. И в новом завете, особенности этого нового завета, они будут вот такие. Здесь написано, я закон мой вложу во внутренность их. Я теперь уже не за руку, не за руку, хотя это тоже, мне кажется, очень прекрасно. Я теперь на сердцах напишу. То есть, то, что я хочу, теперь внутри их будет. Я буду им Богом, а они будут моим народом. Вот, ну и о благословениях этого завета я чуть-чуть позже скажу. Смотрите, в завете с Богом, в завете с Богом, есть немало преимуществ и немало благословений. И вот даже, когда мы читаем Ветхий Завет, это то еще время было, древнее, далекое. Но люди тогда понимали, что значит, может быть, даже лучше нас понимали. Хотя мы сегодня тоже говорим о том, что мы в новом завете. И мне вот хотелось бы, чтобы и сестрам дать наставление, и нам дать напоминание. Братья и сестры, мы с вами в завете с Богом. Давайте посмотрим несколько примеров из Ветхого Завета, какие преимущества. Я бы, может быть, три таких небольших иллюстрации. В жизни царя Иосафата, в жизни Давида и в жизни Мимфиосфея. Очень коротко. Кто читает Библию, вы легко это вспомните. Иосафат, это царь иудейский, и пришли враги в землю. И он хорошо понимает, не справлюсь, не способен я их одолеть. Вообще есть вариант, есть вариант, заключить с кем-то союз, с каким-то более сильным государством. Ну, например, так делал царь Ахаз. Отец Езекий, он делал так. Он, идут враги, идет Сирия, идет северное царство на него, он прикидывает, так, я не справлюсь. Ага, есть Ассирия, это более могущественное государство. Хотя это более могущественное государство потом захватило и Ахаза. Ну, ничего страшного, я заключу с ними завет и справлюсь вот с этими Сириянами. И он так и делает, хотя там его пророк останавливает, пророк ему... А вот Иосафат так не делает. А на что же надеется Иосафат? А Иосафат, друзья, он вспоминает о том, что ведь у нас, мы же Божий народ, у нас завет с Богом есть. У нас договоренность есть с Богом. И у Бога там тоже есть обязательства. Ну, как бы Бог что-то обещал нам. Бог обещал помогать, Бог обещал хранить, Бог обещал... И вот они собираются, собираются в храме, начинают молиться, начинают взывать к Богу, проверять свою жизнь, каяться начинают. «Господи, прости, где мы неправы были». И пророки им наставление дают, говорят, не бойтесь, не ужасайтесь, все правильно. Бог на вашей стороне, как бы свою часть завета, если вы исполняете, Бог пойдет впереди вас. Бог будет сражаться за вас. Я чуть-чуть своими словами передаю. Пророк сказал так, это вообще не ваша война, а Божья война. На них идут неприятели, они вспоминают, что они в Божьем завете, приводят в порядок свою сторону, свои обязательства. Им пророк говорит, все, теперь начинает действовать Бог. И там случилось так, и самое интересное, что у Бога вообще интересные методы. Они говорят, а ну-ка, воины, воины, воины все, становитесь во второй, третий ряд. А в первый ряд выходите кто? Певцы, хористы, музыканты. Вот вас бы устроила такая перспектива. Враг окружает город, воины спрятались, а хористов вперед пошлем. А Бог так говорит через порока. Хористы идут вперед, музыканты идут вперед. Ну за что так не любят, да, музыкантов? Так нет. Бог говорит, я буду сражаться. Не музыканты будут сражаться. Музыканты что должны делать? Петь, прославлять Бога. А Бог говорит, я еще впереди музыкантов, я пойду. Я буду выполнять, ну вот, свою часть завета. Теперь смотрите, ситуация с Давидом и Голиафом. Ну это такой единичный случай. Вот стоят эти люди. Голиаф 40 дней насмехается над Богом, над народом. Ну там, знаете, там высота была его. Ну так, 3 с копейками в метрах, если перевести. Вот стоит этот дядечка такой, говорит, ну кто, ну кто со мной? И никого. Хотя там и Саул был на голову выше. И Анафан был очень храбрый человек. Ну что ты сделаешь? Ну что ты сделаешь с такой махиной? Там у него копье только вот такое. Ну я даже не представляю. Там все, все такое, знаете, большое, крупное. Ну что ты сделаешь? Военным путем ничего. Тут приходит Давид. Друзья, на что надеется Давид? Друзья, Давид помнит, что когда есть человек, который в союзе с Богом, и человек, который не в союзе с Богом. Кто сильнее? Кто только в союзе с Богом. Это просто без всяких рассуждений. Какой бы ты ни был Давидик, а Давидик молодой юноша был, он вообще к вооружению не привык. Ну там со львом, медведем сражался, но и то, это же было упование на Бога. Он говорит, это Бог, я догонял, отбирал, это Бог не помогал. Я, Давид, научился, что жить в завете с Богом. И он говорит, ну здесь тоже, вот это дело, то, что происходит, это же ненормально. Этот человек, ну и что, что он такой большой. Но кто дал ему право так Бога поносить, народ Божий? Нет, я пойду, я пойду. И это не какая-то, знаете, юношеский такой максималист был. Он говорит, я с Богом это сделаю. И он говорит, я иду на тебя во имя Господа Савофа. Он смеется и говорит, я что, собака тебе? Ты с палкой идешь? Он говорит, нет, я иду, иду с Богом. С Богом. И вот смотрите, Давид со своей стороны делает свое. Да, храбро идет, выступает. Но он понимает, что Бог тоже будет сражаться. И последняя иллюстрация, это в жизни Мимфивосфея. Мимфивосфей был сын Иоаннафана. Он, когда он был очень маленьким, умер там его отец, умер дедушка, большое поражение было, и его уронили. Его уронили, и он сделался хромой на обе ноги. Ну, это серьезно. То есть, это не просто человек с одним костыльком прихрамывает. Хромой на обе ноги. Еще некоторые люди, которые Давида ненавидели, они внушили Мимфивосфею, что Давид очень плохой человек. И Мимфивосфей собрал свои вещи и подальше из Иерусалима отправился, ну, чтобы где-то пожить. Но, я не знаю, не знал он или почему так случилось. Наверное, не знал, потому что он, наверное, был еще сильно маленький, когда все это было. Оказывается, у Давида с Инофаном, его отцом, был заключен, что? Договор или завет. Завет. То есть, завет о помощи. Я буду тебе помогать, ты будешь мне помогать. Если меня не будет, я буду помогать твоим детям, твоим внукам. И Давид вспоминает, и Давид говорит, о, у нас же завет с Инофаном. Инофан умер, к сожалению. Давид его оплакивал. Но у нас завет. И Давид говорит, а может быть кто-то... Умер не только Инофан, еще другие сыновья Саула умерли. И он говорит, а может быть кто-то остался живой. И вы знаете, и находят Мимфивосфея. Начали поиск, кто же остался в живых. И вдруг находят Мимфивосфея. Я думаю, что Мимфивосфей немножко даже испугался. Зачем он понадобился Давиду? Может быть Давид хочет что-то там воздать ему, отомстить? Он же царь теперь. Оказывается, Давид вспоминает про завет. Что это дало Мимфивосфею? Удивительно. Вот представляете, царский стол. Царь Давид, ну как и другие цари, они никогда не кушали в одиночестве. Царский стол это большое количество людей, которые постоянно кушали с царем. Это все его приближенные, все его храбрые. А кто окружал Давида? Это очень сильные, очень мужественные люди, которые там много лет с ним были в скитаниях. Там храбрецов было и три, и еще три, и тридцать. Но там один лучше другого. И вот все эти знатные люди, плюс первосвященники, какие-нибудь там пророки могли быть. И вот все они постоянно кушают за столом царя. И вдруг говорят, и теперь Мимфивосфей, а он вообще туда не подходит. Никакой силы. Он, ну представляете, он, наверное, на двух костыльках, или как сегодня, с какой-то этой, вот хромой на обе ноги. И он всегда теперь будет кушать за царским столом. За что такие привилегии? Оказывается, в Завете, в Завете Давид был с его отцом Иоаннафаном. И этот Завет теперь распространяется и на Мимфивосфея. Друзья, смотрите, для нас сегодня, когда мы говорим, что мы находимся в Завете с Богом, Писание называет это Новый Завет. Ну, Новый мы уже немножко сказали, почему? Потому что еще были предыдущие Заветы. И теперь Новый, он более-более лучший. И теперь, друзья, во всех обстоятельствах, какие бы обстоятельства в нашей жизни не были, тяжелые, трудные, переживания, скорби какие-то, нужды, искушения. Друзья, как хорошо не только смотреть на то, что нас окружает, не только смотреть на ту реальность или действительность, которую мы видим, но и вспомнить, а я же в союзе с Богом нахожусь, я же в Завете с Богом нахожусь, я могу рассчитывать на Его силу, на Его присутствие, на Его помощь в тех ситуациях жизни, ну, где это необходимо. Он на моей стороне. В Нем есть все, что мне нужно, чтобы свято жить, чтобы благочестиво жить. И все это, и все это благодаря тому, что мы находимся в Завете со Христом. Несколько слов я бы хотел сказать. Здесь принципы жизни Нового Завета. Если посмотреть этот текст, то здесь несколько принципов, на которых строится жизнь с Богом, вот в Новом Завете. Ну, очень-очень коротко. Смотрите, первое, Бог говорит, что люди, которые в этом Завете, они, во-первых, будут иметь прощение грехов. Грехи не вспомину, говорит Бог. Величайшая привилегия, величайшее благословение иметь прощение грехов, как прошлых, так и грехов в сегодняшней жизни. То есть приходить к Богу за прощением. Просить у Бога милости, очищаться, освящаться и идти дальше. Величайшее благословение. И только благодаря тому, что мы в Завете с Богом. иметь новое сердце. То есть не просто много-много раз ходить за прощением грехом, но и в себе самом иметь, вот знаете, частичку Божьей природы, которая хочет жить по-божьему, которая хочет жить свято. Этого не было в прошлом Завете. Да, там Бог за руку, там Бог за руку их вел, а сердце жестокое, сердце необрезанное было, а они сопротивляются, а они недовольничают, а они ропщут. А здесь, здесь получается, внутреннее желание Бог дает. Иметь Божий закон в сердце. Прямо Писание говорит, если там это было снаружи, Бог говорил, иногда эта гора тряслась, иногда это еще как-то было, и аж страшно становилось, то теперь сегодня, и это очень серьезно было. Знаете, тот Завет, он был очень-очень серьезный. Это не что-то было такое, знаете, ну, ненужное, или временное какое-то, или слабенькое, это тоже был очень серьезный Завет. Но Новый Завет его превосходит. Божий закон в сердце. И четвертое, здесь отмечается, ну, я назвал это так, иметь Божью семью. То есть, Бог говорит, я не просто буду вашим Богом, вот чтобы нам иметь отношение. Вы будете теперь не просто моими детьми, вы будете частью моего Божьего народа. И вот в вашей жизни это сегодня произошло. Вы стали членами поместной церкви. Друзья, мы сейчас, как я же сказал уже, ну, очень скоро будем молиться с нашими друзьями. Новый Завет. То, что Бог хочет с каждым человеком заключить. Иметь эти отношения. Я еще раз постараюсь, постараюсь это, ну, как бы коротко эту мысль выразить. Вот что это такое? Бог со своей стороны говорит, ты мне нужен. Я хочу, вот ты и вся твоя жизнь, все, что ты из себя представляешь, все, что ты есть, вот какой ты есть, вот чем ты сегодня являешься, чем ты станешь, может быть, в будущем кем-то, все, что у тебя есть, светлое в твоей жизни, темное, правильное, неправильное, все твои ошибки прошлого, все твои неудачи, которые, может быть, у тебя еще в будущем будут, что-то твое, ну, тайное, нечистое, или наоборот, радостное, приятное, сокровенное. Вот все, что у тебя есть, все, что у тебя есть, я хочу это, ну, как бы, это я беру на себя. Это я беру на себя. Я тебя принимаю целиком, полностью, без остатка. А теперь у меня много чего есть. Если ты мне отдаешь свою жизнь, отдаешь все, что есть у тебя, и хорошее, и плохое, то я тебе даю мои благословения. Я уже сказал, и прощение грехов. Я тебе предлагаю любовь свою, я тебе предлагаю свою заботу, силу, благословение, присутствие. Все, в чем ты можешь понуждаться сегодня, в будущем, как бы обстоятельства жизни твоей не изменились, у меня достаточно, чтобы довести тебя до вечности, до вечной жизни. И самое главное, я тебе предлагаю саму эту жизнь. То есть, не только что-то от меня, но я тебе самого предлагаю. Я буду жить в твоем сердце. Я буду тебе, я тебе изнутри буду тебя побуждать к святой жизни. Я тебе изнутри буду слово напоминать Духом Святым. Я тебе буду подсказывать изнутри. Ты, мой голос, будешь слышать не где-то со стороны, ты, мой голос, будешь слышать внутри себя. И последний текст, который я хочу прочитать, как наставление, он тоже будет из Ветхого Завета. Мне очень сильно он нравится. Это Второзаконие, 4 глава. Я хочу обратить внимание на 4 стих, но прочитаю немного больше. Вы послушайте, это история народа Божьего, который был еще в Ветхом Завете с Богом. Но нарушил этот завет. И вот смотрите, Бог их вел по пустыне 40 лет. И теперь они могут оглянуться назад. У них есть уже опыт, 40-летний опыт жизни с Богом. Было всякое. Хорошо было, плохо было. И вот теперь подводит итог Моисей и говорит, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, чтобы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. «Глаза ваши за вот эти 40 лет видели, что сделал Господь с Ваалфигором. Всякого человека, последовавшего Ваалфигору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя». И вот основная мысль, основной текст. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Знаете, мы очень часто смотрим на нашу жизнь, ну вот в такой маленькой-маленькой перспективе. «А что у меня будет завтра? А что у меня будет через месяц?» «А подумаешь, подумаешь, я свою жизнь свяжу с неверующим человеком. Я уже, ну и ничего страшного, я уже прожил 6 лет и 8 дней, или 6 месяцев и 8 дней, и ничего». А здесь Бог говорит, «А вы посмотрите, вы посмотрите, 40 лет, вы посмотрите, 40 лет, это много. Для человека это много, это не один год, не два года». Ну или кто-то говорит, «Ну я грешу, ну и что? И прошлый год грешил, и позапрошлый год грешил, ну и что?». А Бог предлагает, «А давайте 40 лет посмотрим, 40 лет, вот они идут по пустыне». И Бог говорит, «Вот смотрите, вот эти все люди, все люди, которые идут, они все могли бы рассчитывать на что? На мое водительство, на мое благословение. А что произошло? А те, которые уклонились, выдало поклонство. Уклонились в грех, уклонились в этот вал фигур, это все, это идолопоклонство, это блудодеяние, это все грехи, которые они там, в пустыне, умудрялись находить себе. Все, все, кажется, в пустыне, где там это все, как мы сегодня говорим, мирское, да? Это сегодня мир близко. Они и в пустыне находили себе. И Бог говорит, «Вот теперь посмотрите назад, а где они? Где они?» А теперь посмотрите на тех, которые к Богу прилепились. И 40 лет, у них есть 40 лет этого благословенного пути. И смотрите, какие прекрасные слова. А вы, вы, ну то есть основная масса, видимо, вы прилепившиеся к Господу, живы все до ныне. Друзья, дорогие, церковь и сестры наши, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были вот в числе тех, которые прилепились к Богу. Сейчас мы будем молиться.